Глава 23 Совершенные энергии Шакти Господа Ганеши Эпиграф Этот мир не столь важен, как мы считаем. Мы называем этот мир реальностью, хотя на самом деле он является лишь одним из многих режимов деятельности точки сборки. Тайша Абеляр В мои нынешние обязанности входила также закупка продуктов в магазинах районного центра. К моменту переезда в Россию один преданный ученик-гуру купил нам пятидверную ниву белого цвета. На ней мы и доставляли все необходимые продукты и грузы в любую погоду. Зимой метель замела дорогу, и приходилось оставлять автомобиль в соседней деревне Сергина, в двух с половиной километрах от нас. Дорога, извиваясь, пролегала через два оврага, в которых высота снега порой достигала метра, в то же время как на ровной местности его было около 30 сантиметров. Это создавало большие трудности для передвижения. Прошло три недели с начала ретрита. Мы съездили в город и закупили продукты на несколько дней. Оставив машину на окраине деревни, взяли по две сумки и пошли в сторону нашего поселения, проваливаясь в глубокий снег. Послушнику-водителю еще предстояло вернуться с санками и забрать оставшуюся часть сумок. Мне не очень нравился мой спутник. Избавив темп, я отстал от него. Управляющая сама его выбрала для себя. Он был услужливый и всегда был готов помочь, не задавая лишних вопросов. Мне же казалось, что его услужливость не более чем подхалимство, которое вызывало у меня отпрощение. Ведь он таким образом старался удержаться на должности водителя. Такой тип людей мне был неприятен. Однажды вечером, когда начиналась метель, я попросил его отогнать машину на трассу, чтобы она не оказалась запертой снегом, так как на следующий день предстояла поездка в город. Он ответил, машина у нас вездеход, выйдет сама, уже не раз выезжала. Спорить с ним я не стал, подумав, что, возможно, он знает, о чем говорит. Но на следующий день наш вездеход с большим трудом вытащил трактор. Два часа у него ушло на то, чтобы преодолеть двухсотметровую заметенную часть дороги. Приходилось не раз вылезать из автомобиля и расчищать дорогу лопатой. Послушник-водитель все это время либо стоял с лопатой в руках, либо отсиживался в машине в надежде, что трактор сам нас вытащит. Наконец, его бездействие вынудилось делать ему замечание. Мертвый слой снега, собиравшийся перед капотом при движении Нивы, не собирался исчезать самостоятельно. Послушник состроил недовольную гримасу и ответил, «Даже управляющая не делает мне замечаний, а вы позволяете себе!» Этого случая мне было достаточно для того, чтобы понять его характер. Вот и в тот день, отстав от него, мне хотелось пройтись без неприятного спутника. Невольно прислушиваясь к хрусту снега под ногами, я думал о том, как хорошо жить в городе, ни забот, ни проблем. А мне приходится возвращаться к обязанностям, которые были вовсе неинтересны мне. Чувство недовольства собой росло с каждым днем. Посматривая вперед на наше жилище, я с сожалением отмечал, как быстро сокращается расстояние, ведь дойдя до него, мне придется вновь приступить к своим обязанностям управляющего и повара. А этого уже не хотела моя душа. Времени было достаточно. Я шел очень медленно, глядя по сторонам. Я рассматривал сосновый лес, замерзшую реку и удивительно чистое небо. Казалось, я погружался в саму природу, в которой отдыхал. Когда до дома оставалось не более ста метров, поднялся легкий ветерок. Границы сознания исчезли. И я увидел, что пространство вокруг меня заполнено существами, не имеющими очертаний, но все же видимыми астральным зрением. Ветер, столь внезапно возникший, не исчез, а странным образом закружился вокруг меня по часовой стрелке. В следующее мгновение еще один порыв ветра начал кружиться в противоположном направлении. Два ветра, двигаясь друг против друга, не встречали сопротивления и не сбивали силу своих порывов. Прошлогодняя трава пригибалась сильным ветром, каждая в свою сторону. Было видно, как два рядом стоявших стебелька могли наклониться в разные стороны. Это было очень необычно. Я знал, что что-то происходит с моим тонким телом. Элемент ветра, казалось, пробудился и начал свое неотвратимое и безумное движение. Ветры, двигаясь навстречу друг другу, только усиливались. Кружась поначалу на уровне коленей, они, набирая силу, поднимались все выше и выше, и через минуту уже доходили до плеч, окутав меня, как кокон. Сознание по-прежнему продолжало созерцать одновременно два мира. Вдруг до меня донесся нежный женский смех. И через секунду все тот же голос восторженно обратился к кому-то невидимому. Смотрите, смотрите! У Ганеши шакти пробудилась! Вдруг я вспомнил, что где-то видел эти бесконечные сознания. Это было на летнем семинаре в Крыму. Тогда небесные дакини изгнали из лагеря духовного наставника, а теперь незримо следили за моим духовным путем в этой глубинке. Будучи совершенными в своей реализации, они дружно смотрели на энергию, кружившуюся в моем астральном теле. Отвлекшись от движения ветров, я на мгновение, следуя прелестному голосу, перешел в тонкий мир и стал видеть их. Но моей силы не хватало на то, чтобы продолжить созерцание. Резко вернувшись обратно, я понял, что ветры вернулись назад, в тонкое измерение в астральное тело. Далеко в глубине самого себя воспоминание давней дружбы с небесными богинями сжало мое сердце. Хотелось вернуться в прошлое, сбежать от этой трудной жизни. Видимо, они знали о моих мыслях, потому что в следующее мгновение тонкая и нежная прана, окутавшая мое сознание, помогла понять, что они всегда были и будут со мной. Для того, чтобы научиться видеть, необходимо понять то, как можно смотреть через астральное тело. Каждая глава несет в себе описание не столько жизненных событий, сколько процессов, проходивших в параллельном измерении. Читая их, вы естественным образом начинаете смотреть с помощью тонкого тела через аджна-чакру. Почему я столь уверен в этом? Потому что астральный мир можно увидеть только используя свой двойник. И никак иначе. В космос невозможно выйти в водолазном костюме. Реактивный самолет не сможет перемещаться по тоннелям метрополитена. Никто не собирается идти в горы на коньках. Так же и здесь. Даже если кто-то заявит, что он может видеть тонкий мир из физического тела, якобы используя грубую оболочку, скажу, что даже в этом случае используется тонкое тело. Подтверждением этого является момент смерти. Тони по книгам знаком с процессами, происходящими в состоянии смерти, прекрасно понимает, что грубая оболочка прекращает свою деятельность после того, как из нее выходит тонкая сущность, то есть эфирный двойник. Те йоги, которые могут покидать грубую оболочку, знают, что стоя даже на расстоянии одного метра, невозможно руководить движениями физического тела. До этого можно видеть, слышать, обонять и осязать. Отсюда понятно, что тело всего лишь оболочка. Да, но совершенное и восхитительное во многих аспектах, ибо мы все созданы по образу и подобию Господа, но все же это оболочка и в то же время частичка нас самих. Пока вы читаете книгу, я задействую ваше астральное зрение и постепенно научу видеть. Другими словами, вам придется самим учиться ориентироваться по ходу событий. В этом и заключается процесс обучения. В этом весь смысл книги. Следует еще кое-что прояснить. Что такое речь? Внешне это звуки, создаваемые нашими гортанными мембранами. Но никто не издает звуки безвесомой на то причины. А значит, для того, чтобы произнести слово, вам необходимо подумать о том, что вы хотите сказать. И только затем в сознании возникает мысль. она проявляется в тонком теле. И только потом наши двойники, управляя телом, принуждают мембраны вибрировать. Кажется, что между начальным и конечным действиями ничего не происходит. Но это лишь потому, что отсутствует тонкое зрение. Нет возможности видеть все самим. Также, скорости нашего интеллекта недостаточно, чтобы отследить данные процессы. Тем более, что это происходит так часто, что для большинства из нас речь стала обыденным делом. скорость сознания, с которой мы управляем жизнью, очень велика. И это не означает, что ее невозможно видеть. Речь это вибрации, исходящие из астрального тела. Также, это и есть само астральное тело. Через него можно видеть все события, как в прошлом, так и в будущем, направляя свое внимание в тонкое измерение. Вам волей-неволей приходится приобретать необходимые знания, рождающиеся из вновь получаемого опыта при чтении самой книги. В мою задачу не входит причинение вам вреда каким-либо образом. Следя за повествованием, ваше сознание не отклонится в сторону и не заблудится. А если сознание кого-либо из читателей имеет тенденцию к психическому расстройству, видение не раскроется, так как на данном произведении есть знак совершенных духовных сил. Месяцем ранее со мной произошел примечательный случай. Во время строительства алтарного дома, когда была закончена установка крыши и потолка и оставалась только внутренняя отделка, ко мне подошла управляющая. По ее походке и взгляду я сразу понял, что будет еще одно невыполнимое задание. Тогда в моем распоряжении находились несколько сонных монахов, как я их иногда про себя называл, ученики настоятеля, принявшие обеты, просиживая в неправильных позах во время медитации, стали медленными, инертными и сонными. Выполняли работу они из рук вон, медленно. Практически каждое действие приходилось объяснять и, конечно же, я сильно переживал, когда мы не укладывались в сроки. Простые люди, которые не знакомы с медитацией, проворнее сотен монахов, просиживающих штаны в монастырях. Я думал тогда, зачем мне объяснять очевидные вещи по 10 раз тем, кто ленится шевелить своим мозгом. Есть настоятель, духовный наставник, управляющая. Пусть они и занимаются этим. В конце концов, из-за их медитации они стали такими. Дом, который можно было собрать вчетвером за неделю, мы делали десятером два месяца. До этого я неоднократно просил руководства освободить меня от должности ответственного за строительство, но мне отказывали. Мы довольны вашими стараниями, говорил гуру. Ананда Лила, подойдя вплотную, остановилась и с явным ехидством сказала. Сегодня привезут 25 листов ДВП для обшивки потолка и стен в коридоре. Постарайтесь сегодня же закончить работу. Ее астральное тело завибрировало и выплюснул на меня мощный поток энергии мира голодных духов. Возникло сильное желание отойти от нее подальше. ее тонкое тело было грузным и вязким, а потому на дистанции ограниченным. Но я не смог отойти. Такой поступок был бы расценен как аппаратхи оскорбления, ведь она старшая монахиня и в тот момент передавала волю настоятеля, а значит я оскорбил бы и самого настоятеля. До окончания ежедневно выделяемого времени на строительные работы оставалось менее трех часов. За это время сонные монахи сделали бы немного, то есть выполнить то, что велела управляющая, было просто невозможно. Я это прекрасно понимал, знала это и она, но умышленно ставила задачи, которые трудно было бы выполнить. А если я не выполню взятое обязательство, я вновь совершу оскорбление, которое в будущем станет горой препятствий в Садхане. Тогда я считал своего учителем Богом и Буддой, а сеять конфликт даже на тонком уровне было бы не полезно для меня. Терять мне было нечего, презрение ко мне управляющей было слишком откровенно. Матаджи, сказал я, меня назначили старшим только на время строительства, дом закончен, могу я выполнять свое обычное служение. Кровь отхлынула от ее лица. Внешне она выглядела почти спокойной, но внутренне не всегда умела владеть собой, в особенности, когда кто-то ниже ее по положению осмеливался прикословить, используя ее же слова. Построить дом означает также выполнить и внутреннюю отделку, поэтому продолжайте служение. С искусно завуалированным раздражением, но все тем же приказным тоном процедила она сквозь зубы и резко развернувшись ко мне спиной, пошла в сторону дома, в котором располагалась ее рабочее помещение. Я громко ответил ей в спину. Руководить обивкой потолка и поклейкой обоев может любой. Я вот уже два месяца работаю, а гуру сказал, что нет ничего важнее медитации. Вы же не станете отрицать правоту гуру? Я выдержал ее холодный взгляд, хотя понимал, что разбудил спящую собаку. И я спрошу у гуру. Ледяным голосом ответила она. На следующий день на собрании меня сняли с должности старшего по строительству, как если бы это было наказанием. Тут же назначили другого, всем видом, давая понять, какую великую честь ему оказали. Спустя несколько дней строительство алтарного дома было закончено. Управляющая время от времени обращалась ко мне с какой-нибудь просьбой, хотя внутренние мотивы у нее были совсем другие. Раздосадованная тем, что больше не является моей наставницей и старшей практикующей в моих глазах, она предпринимала попытки восстановить наши взаимоотношения, ведь в некотором смысле она была для меня воплощением Божественной Матери. Так я старался к ней относиться, и ей это нравилось. Именно таким отношением должны обладать следующие пути тантры, о которых она постоянно мне говорила. Когда уговоры, обращенные ко мне не помогли, она принялась на меня давить, используя свое положение. Постоянная тяжелая работа и отсутствие времени на медитацию взвинчивали меня. Каждая работа сопровождалась мощным выбросом нечистых пран самой управляющей. Своим астральным телом она все же владела, и работа, которую она давала в негативном состоянии всегда несла чувство презрения и унижения на протяжении дня. К тому же настоятель всегда вкладывал свою силу концентрации в ее речь, после чего любая работа переставала нести заслугу и была скорее каким-то наказанием, непонятно за какие провинности, по крайней мере для меня. Знаю, что логики здесь мало, ведь логикой нельзя объяснить даже такое состояние как сон. Возникает вопрос, зачем так поступать, какова была подлинная причина ее поступков. Всем известно, что до тех пор, пока наши каналы забиты, никакой медитации быть не может. К тому же, эти засоры в жизни будут проявляться как трудности и препятствия, плохая медитация и отсутствие прогресса. Конец 23 главы начальник от Larгess 24 30 13 UC 24 20 28 Субтитры подогнал «Симон»